Зрелость человека определяется в том числе и тем, как много неопределенностей он может выдержать. Карл Юнг Когда кажется, что очередной уровень пройден, обязательно выползут тени и устроят проверку, сохраняется ли равновесие и присутствие духа во время их танцев. Реакция на тень качает маятник эго и выдает безжалостную правду. Равновесие натянуто, как осторожность канатоходца, и вот-вот угрожает низвергнуть, увлечь храбреца в бездну прошлого. Истинное равновесие – это отсутствие наблюдения с пристрастием, поиск того, что здесь происходит, что-то не так. Все как обычно, говорит внутренний созерцатель, даже если вокруг чума или сыпятся угрозы. Просто эти люди ранены и нуждаются в осознании своего пути. Но если есть другие реакции, значит, путь не пройден, и завершение этапа еще впереди. За что мне такое? Вы только в начале путешествия по уровню. Я готов биться насмерть. Вы прошли одну четверть пути. Мне нравится такое приключение. Половина пути уже пройдена. Идите ко мне, я вас спасу. Три четверти пути вы прошли. Как я вам благодарен за то, что вы именно такой. До окончания уровня осталось две десятых пути. Путник, куда держишь свой путь? И что хочешь достигнуть своей агрессией? Вы прошли уровень и сдаете экзамен угрожающей тени. В тени много любви и много артистизма. Как хороший учитель, она способна играть в тирана, жертву и спасателя, чтобы проверить ваше равновесие. Ведь на языке геймеров равновесие – это уровень. Бог. Марк Ефраимов. Правило спокойствия. Будьте готовы отпускать. Людей, морочащих вам голову, манипулирующих, обвиняющих, жалующихся, несчастных, сводящих вас с ума, лишающих эмоционального спокойствия. Будьте равными. Тем равенством, в котором каждый несет ответственность за свою жизнь, а не ждет, что кто-то сделает его счастливым или подскажет, как жить. Будьте бдительными. Не поддавайтесь на жалобы и манипуляции. Отношения – это присутствие в жизни другого, а не спасение его. Не путать с прямой просьбой о помощи. Просят – помогите настолько, насколько это является возможным для вас. Будьте готовы отойти. Не втягивайтесь в разборки и обвинения. Не оправдывайтесь. Если неправы – извинитесь. Этого достаточно. Если нанесли большой ущерб чувствам человека, спросите, что можно сделать, чтобы загладить вину. Если ответа не последует, будьте готовы отойти. Это уже не про вашу вину, а про его обвинения. Будьте тверды. Вас хвалят – не радуйтесь. Ругают – не огорчайтесь. Нельзя все время выигрывать или проигрывать. Нельзя даже делить все на проигрыш и выигрыш. Найдите, чему научились и что новое открыли в себе благодаря этому событию. Идите дальше своим путем, твердым шагом. Будьте проходящими. Проходите мимо чужих конфликтов, сплетен, категоричности, оценочности, злобы, мести, нытья, ярлыков, зависти. Не втягивайтесь во все это. Не поддерживайте, не тратьте свое время. Проходите. Будьте готовы расстаться. Не цепляйтесь за изжившие себя идеи. Пробуйте новое все время. Не оставайтесь в отношениях, которые приносят больше переживаний, а не радости. Отнимают много сил и отвлекают вас от вашей жизни. Просто будьте рядом, в одиночестве, в моменте.